о отъезжает опа всем привет друзья сегодня у нас вы не поверите что на тесте lexus is f5 литров 422 кобылы и 450 прошитый да 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 а если по-честному то lexus as 250 2005 года выпуска у тебя это может самый первый лекс потому что вообще к дилеру поступили в середине ноября 2005 года эти машины но в таком кузове 5 года пошел до с 5 года вот один из первых он занял вот эту премиальную нишу между резкой и лс кай то есть основной основные конкуренты audi a4 сэшка трешка к делаками на ли не будем сравнивать да аккура наверно да и что у нас еще infinity маленький g25 кстати перед ней наверно за полгода как взять не g25 попалась ходил облизывался посидел чуть не купил я и почти смутила цена на запчасти результатом элементарно моторчик дворников стоит 23 тысячи неприятно вот этот момент меня тормознул с покупкой инфинити так мне всем понравилось то есть когда заводишь глушишь там тоже старт-стоп система и никто заводишь его руль отъезжает прямо с приборной панелью от тебя щитком приборов такая фишка у них бывает конечно поспитывает чувствуешь и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ты меня прекрасно знаешь Я его взял Утрировано скажем за копейки По цене приоры Я его взял новый Я его взял за 480 тысяч Ну вот видите Как здорово Все равно здорово Но Извложение что здесь было сделано Ну первым делом я купил резину здесь Потому что ни летний, ни зимний не было Я когда его даже домой гнал Мне колес не хватило до дома доехать Ты на лысых в общем доезжал Да Я купил эти диски на которых я купил Машину оставил на зиму То есть сейчас мы на них резину зимнюю взял Континенталь На лето взял оригинальные Лексусовские диски То есть которые с завода с ним шли Штатные А где нашел? Авито? Авито Причем Продали мне по смешной цене За 9 тысяч с пересылкой мне 11 с копейками с Москвы пошлось Здорово И резину я взял на лето В общем автомобилям ты доволен? Ну да В самой полной комплектации он То есть обогревые сидения Продувка сидений Ну к продувке сидений тоже привыкать надо Конечно Такое ощущение Там непривычные ощущения в первое время То есть память передних сидений Есть три человека Сзади электрошторки Все на коже Все работает То есть пятый год Нарекания никаких Все работает Единственный момент В диске у меня не читает Сидишь кином Да Ну у меня как бы это Вытащил mp3 Да вывем и даже У меня как бы Это не столь волнует Здесь аукси Здесь вот подлокотники Подключил штатный аукс Да Там уже Розетка Прям в нем Слушай До сих пор запах Лексуса остался Несмотря на то что Это запах Премиума Дорогого автомобиля Присутствует здесь Напомнишь Взял я его За 480 тысяч Так Но они продавали Его 550 Я торговал С учетом того что Тут там притертый был До этого хозяйка Женщина там была Сторговал То что В общем я когда пригнал его Я его полностью Весь покрасил Так как машину Оставлял для себя Полностью Весь покрасил С фарами проблема была Фары не светили вообще Здесь то есть Штатный ксеном Адаптивный Ты поставил Я поставил Линзы Билет Светодиодные Фирмы Optima Также в туманке Светодиоды поставил Тоже Optima фирму У меня Это все дело Порядка 30 тысяч Оптика спереди обошлась Ну светом зато доволен сейчас Главное чтобы был кайф От проделанной работы То есть мокрый асфальт Не мокрый асфальт Без разницы Светит на ура Лобовое так же поменял Я вижу за то что Китайский хук Да Китай поставил Обогрев дворников Стоит штабный Все работает Напомню что Егор Вообще поклонник Тойоты С Тойоты Пересаживается на Лексус Это логично Ну у меня выбор был Между Камри 40 С 2.4 двигателем Сто шестьдесят Семь по-моему лошадок Если не ошибаюсь Аккорд восьмой С 2.4 Аккорд уголуставшие На них гоняют Аккорд вот с 2.4 двигателем Чисто случайно Взгляд упал на Лексус Что такое На IS Также GS мне нравится GS смотрел Но на GS прокатился Мне что-то он не понравился Большой большой Больно большой Для дятек с пузиком Больно большой он Да Четко заточенная Пацанская тачка Тем не менее Как бы мы не чернули Я думаю Сейчас вообще там Так Что еще сделал Кроме оптики Кроме лобача Дисков По движку По ходовке По электрике Какие заморочки были Масло поменял Дигитиль Все больше ничего не делал А свечу поменял Но свечи Чтобы поменять Надо вкусный коллектор Здесь снимать Да Друзья Тут у нас Вшка Бежок В-образная Шестерочка Шесть горшков Свечки Все поменял Все шесть Форсунки промыл Ну как уж Это я считаю В порядке вещей Когда ты покупаешь Машину на вторичке Для себя темно Это в порядке вещей Я так Напомню Что двигатель здесь В-6 Четыре ГР Четыре ГР ФСЕ Непосредственный впрызг Экономия топлива Хорошая Но Нужно заправляться На проверенных заправках Желательно Заправляться На проверенных заправках Чтобы не было проблем В дальнейшем О Четыре ГР ФСЕ Это полностью Алюминиевый блок Отлитый Алюминиевая ГБЦ Идет Алюминиевый Впускной коллектор Колено Тоже Кованые Шатуны Идут Он легкий Пришел На смену Джейзету И МЗ Еще даже На грузовых Ставили ВЗ ВЗ Главное Делатель отличный Но единственный момент Что Егор Наверное Об этом знает Нет потенциала Для непосредственно Тюнинга Данного Силового Агрегата Ну это само собой Тут в принципе В6 Это спокойный двигатель Рассчитанный На Такую Среднюю езду На нем Вы не сможете Понаваливать Кому как Конечно На заднем Приводе Если хотите Какую-то получить Отдачу Не стоит Там Сильно Не давать Есть Киты Компрессор Киты Там Насколько я помню Изготавливает Фирма Арма Он Прям накидывается На стандартную Поршневую И на выходе Вы получаете 310-330 Кобыл Вот и все В принципе Это компрессор Остальное Что-то здесь С этим Ваши сделать Но смысла Особого нет Как бы Хочу сказать Что все это Относительно Правильно Для кого-то 5 секунд Разгон до 100 Это не едет Для кого-то 10 секунд Это самолет Правильно Тут кстати 8,4 до сотки И можно поливать 220 км в час Легко Я честно скажу Сам 240 Разгонял Ну вот Какие 220 Дальше Дальше не стал Ну запас Еще оставался Как бы На ютубе Видео смотрел 260 Разгоняют Не знаю Но я так подозреваю Что может быть Он и пойдет 260 240 Сам лично На казанской Трассе Разгонялся Как правило Номера снимаешь И попер Здорово Добу избежать Под дорогой поездки Так Еще один момент По подвеске Здесь стандартно А кстати Это движок устанавливали На марк x И на краун Вставили На краун Отлет даже Степень форсировки Вот 203 До 215 Была Ну Смотри Здесь вот По ПТС 288 А налог у тебя Сколько будет Ты не считаешь Налог Ну Я так подозреваю Где-то 1013-14 Будет Потому что У отца У меня Лексус Там 210 Лошадей 210 Лошадей Ему налог Пришел 14 Копейками 14 14 200 Что ли Храть не буду Но здесь Ходовка Спереди Это не Макферсон Рычажка Двух рычаж Верхний рычаг Нижний рычаг Сзади Много рычажка Прям Не забывали Какое прошлое В автомате Кстати Хотел масло Полную замену Поменять Аппарат Здесь такого Не получится Нужно сливать Полную замену Проблема В чем На подъемник Когда поднял Обычно же Идут трубки На радиатор То есть В основном Радиаторе Есть отсек Под Охлаждение масла Масло Коробки Либо Стоит Выносной Радиатор На коробку А здесь Теплообменник В коробке Теплообменник Ему Тосольные Каналы Подходят Трубки Никакие Масляные Не выходят Из коробки Я Короче Каждые 3000 Масло В коробке Сейчас Частично Меняю По 2 литра Сливая Заливая Сливая Заливая Чтобы Обновить На коробку Не встрять Потом Тут Наши Секвентальным Ручным Режимом Такая Шуками Как на Формуле 1 Тептроник Я ни разу Не пользовал Один раз Пользовался Посмотреть Работает Он вообще Или нет Больше Не пользовался Что-то Ни к чему Это Мне кажется Пробег Здесь Ты выбрал При пробеге 220 225 Я взял Пробег Сейчас 236 Но 11 тысяч Наматал Вообще Заявленный Ресурс Двигателя Вот этого 4 ГР По данным Производителя Нет Я вот Искал Нет Его На Практике Пишут Кто Уже Прокатал 300 350 Плюс До Капитал Потом Выбросим На Другой Покатал Продолжение следует... 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 Ну, литрушку от замены до замены у меня уходит. Ну, это даже борьба. Как бы пробег сейчас 236. Кто его знает? Какой-то реальный пробег. 1300, я думаю, уж прошел, наверное. Ну, по ходовке, по коробке, то есть, по движку проблем никаких не было. По салону тоже дыр нету, не убитый, не затертый. Да, видно, видно. Ухаживаются машины. Ну, естественно, износ. Честно говоря, не ухаживали за машиной. На ней просто ездили и все. Скажи, вот я теперь ухаживаю. Ну, да. Настоящая водитель. Как басит, а смотрите, вот где-то полторы-две тысячи стандартный выхлоп у нас. А вот такое ощущение, что он прям банка стоит. Еще лежак. Он знает, что лежаки вообще не замечаем. Вот так, как на трамплине подлетели. Такая сбитая подвеска. Она вот, прям, дорогу хорошо, хорошо, мне понравилось. Заваляет. И руля слушается хорошо. Тут электросифика стоит с переменным усилием. И уру стоит. Чем больше разгоняешься, тем тяжелее руль становится. Кстати, а кто не посвящен, он сядет, он будет думать, что здесь будет. Точно, да? Тяжелый. Тяжелый. Электропривод для рулевой колонки, когда вы садитесь там, вы будете с автомобилем. Все сдвигается, вот ваши параметры заданные. Что еще расскажешь про этот автомобиль? Оправдали все-таки все твои ожидания? Он оправдал или нет? Или что-то хочется? Ожидание оправдал, а покруче что-то охота. Как правило, бывает, машину мечтал, а какой? Купил машину, потом дальше о какой-то мечтаешь. Но сейчас проблема в том, что я не знаю, что после него купить. Сложно. Что после него купить? Такой же, только в новом кузове. Ну, новее кузове. Только, не знаю, что-то, мне кажется, что-то другое надо попробовать. Руль-то перетягивал? Да. Руль перетягивал. Вот так низко сидишь, конечно. Вот он мне сейчас сказал, что мы повыше, чем по сравнению с селикой. До этого селико была преспортивная, но так классно здесь сделано. Сзади еще самцезащитная шторка, мультируль, само собой. Аудиосистема, кстати, очень хорошая, да? Да, здесь, конечно, был зон и климат. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 динамиков, то есть 11 динамиков и 1 сап штатно. Поет все хорошо, все работает. Шумка, шумка прям на углу. Очень хорошая, мультирульная. Плохой дорогой катались, ничего не гремит прям, катастрофично. Она же не проклеена, наверное, да, все? Нет, все штатно. Когда машину красят, отдавал, обшивки снимали, все штатно там. Здесь лежак. Все штатно. Зеркала, электроприводы, все работает. Мне, кстати, понравилось то, что зеркала большие. И с изменением геометрии зеркалого полотна, видишь? Угол увеличивает мертвые зоны, просматриваются. А это нужно, да, это очень нужная вещь. Понравилось то, что зеркала большие. Также можно настроить их при включении задней передачи. Они будут опускать. Они вниз опускаются. То есть разметку парковки, чтобы видно было, либо чтобы бордюр не зацепить. Единственный минус мне не понравился, или может быть это придирки. В машину, когда садишься, выходишь, часть порога более широкая. То есть можно запросто штаны испачкать. И в зимний период, что мне не понравилось, двигатель очень быстро остывает. Я так подозреваю это из-за того, что он весь алюминиевый. Но это мои чисто догадки, я, конечно, не знаю. И быстро остывает. Был бы чугунный блок, такого бы не было. Ну да. Здесь стандартно устанавливали 8 подушек. Ты сколько насчитал? Я, честно говоря, не считал. Так как этот еще автомобиль 2 рестайлинга пережил. Здесь сейчас посчитаем с тобой. Раз, два. Коленные здесь. У нас запускался. 4, 5, 6, 7, 8. С коленами тогда должно быть даже 10. А сзади еще, наверное, есть до 10. Я так подозреваю, что Окин. Я, честно говоря, что-то не задавался этим вопросом. 10 минут. Но подушки все на месте. Это я тоже проверял. Здесь, то есть, откидываешь бардачок, руку засовываешь туда. И здесь, когда руль перетягивал, снимал, подушка все на месте. Климат, кондер, все работает. Все, раз, фильтр, наверное, какой-то крутой стоит с ионизацией или нет еще на такой момент. Да, фильтр крутой, за 200 рублей покупал. Меняется, причем, минуты две, если не три. Это, причем, я думал, раздолбанное это все дело. Оказывается, нет. Это само по себе конструктивно такая вещь. Электропривод у меня, у Егора у меня просто еще поясничный подфор есть. У меня тоже здесь есть. Да, есть. Обязательно. Узнаешь полный. Абсолютно одинаково. Центральный замок, также открытие с пассажирской стороны есть. Смотри, расход до 10,7 упал. Но это я по трассе еще по зажигал. Так, по трассе в Челны сейчас съездил. В Челны ехал, обнулил. У меня показывал 8,5. Вот Челнов я сейчас поотжигал. Он до 10 поднялся. На месте стояли молотели 10,7. Ну, так он по городу в среднем 13 у меня ест. По трассе 8,5 где-то. Начинаешь топить где-нибудь, 150 идешь. Ближе к 10, где-то 9,5, 10, 9,7. Хорошо. По обслуживанию, по запчастям все-таки дорогой автомобиль, это же премиум. Или можно как-то своими силами обойтись, если у руки с того места расход, чтобы там, я имею в виду, уже покупать запчасти самому ставить. Или все-таки нужно квалифицированный сервис, нужно ехать и реально отдавать всем ребятам. Какие запчасти? Масло поменять, и ты сам сможешь. Генератор сдох. Пластик открыл, два болта открутил, выкинул, другой поставил, два болта прикрутил. Ремень натягивать не надо, ничего здесь он самонатягивающийся. Ключ на 14 берешь, ремень снял. И ключ на 12 взял, открутил, генератор поставил другой. Ну, в общем, по мелочи можно и самому, да? Да, конечно. Ремень натягивался, ремень натягивался. И если сюда масло в двигатель влезает, после селики, да, в селику у меня 3,8 влезало, а сюда 6,3, ну, на самом деле, как по паспорту есть, масло менял, 6,3 до верхней отметки, до максимума. На холостом ходу, кстати, мне понравилось, как работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА